Привет, друзья! В этом видеоролике поговорим о выступлении нашего министра. Он дает там постоянно брифинги, это министр Лешко, и он рассказывает о тех новых сложностях, о тех новых ограничениях, которые планируют ввести, как это все обострить, как, скажем так, людей еще больше разозлить, и что еще там такого интересного они придумают. Потом в дальнейшем, я думаю, вы все заметили, что все эти рассказы часто очень выливаются в постановления Кабинета министра. Конечно, понятно, здесь он говорит, скажем так, на камеру, по суфлеру, зачитывает текст. Мне, конечно, более интересно, когда его где-то приглашают в студию и задают какие-то вопросы, и он начинает на них пытаться отвечать. Там, скажем так, нет бумажки, и он начинает очень такие своеобразные интересные вещи говорить. И тут, что, честно сказать, вкупе, как говорят, не держатся. Треба, чтобы створить психологический эффект. И благодаря этому психологическому эффекту, и в людей взявлялось ощущение небезпеки и необхименность дотримания карантинных заходов, которые запровадживались урядом. Но, как говорится, надо все-таки его почаще вытягивать на все эти эфиры, чтобы он выступал и рассказывал о ситуации в стране. Очень даже мне это лично кажется интересным. Кроме того, друзья, вот тут вот пауза рекламная, мой телеграм-канал. Всех приглашаю, кто еще не подписался. Ссылочка будет в описании. Переходите и подписывайтесь. Буду вам за это очень благодарен. Скажем так, ограничения. Какие он там планирует новые ограничения? Опять же, на бизнес взвалить, потому что я считаю неправильным, обязанности контролирующих органов, проверяющих той же полиции, проверять какие-то там бумажки, проверять какие-то сертификаты, проверять там еще что-то там. Вот такие вот у него есть идеи. Давайте, наверное, заслушаем все-таки его прямую речь. Все больше существования карантинных обмежений відчувают лишь те люди, которые еще не сделали щепление вакциною от COVID-19. Видите, друзья, это то, что я говорил в моем прошлом видеоролике, карантин для невакцинированных. И министр подтверждает эту мысль, что если человек не вакцинировался, не сделал себе укол, соответственно, этот человек, для него есть какие-то ограничения, а если ты вакцинировался, то весь мир для тебя открыт. Тому и на грязколижных курортах надавать послуги позволяется лишь тем людям, у которых перевели наявность так званых COVID-документов. Повнолетние відвідувачи до клієнта на зимовом відпочинке должны иметь документ, что подтверждает вакцинацию от COVID-19 або негативный результат тестирования чи довідку про одужання. Зимний отдых, кто, конечно, его любит, я к нему отношусь отрицательно, я его не люблю, но я знаю, что многие ездят туда на эти курорты, отдыхают, и, соответственно, в Украине для того, чтобы отдохнуть там, необходимо иметь либо то, что ты вакцинировался, либо то, что ты переболел, то, что у меня есть, либо сделать этот тест, и тогда, пожалуйста, ты можешь пользоваться вот этими всеми курортами. И тут я задумывался, а что же там это за ограничение? Ну давайте пусть он расскажет. Провевши консультации с профильными асоциациями, переверку COVID-документов рекомендуемо проводить подчас поселення до готелю або подчас придбання абонементу на гирськолижное катание. Тут, конечно, я не очень-то понял, а как это вообще при поселенении в отель проверять документы? У нас что, уже нельзя в какой-то отель либо на базу отдыха поселиться, если у тебя нет какого-то там документа? Это, конечно, для меня что-то новое, и мне кажется, что даже об этом нигде не написано. Но я хочу заметить, вот если его слушать внимательно, то он говорит, мы рекомендуем. То есть это не обязательно. Відвідувачам курорту рекомендуется присвоить уникальную позначку, например, на ліпку, яка б дозволила идентифікувати те, что документы у людини уже перевірялись. Че? Я хорошо услышал вообще, то, что он рассказывает. Взять человека, маркировать, то есть дать ему какую-то наклейку. Интересный вариант. То есть здесь уже, наверное, даже идет о каком-то нарушении прав даже не тех, кто не вакцинировался, а тех, кто вакцинировался. Я, конечно, прошу прощения. Я вот что-то, кстати, подобное видел у нас в Одессе в одном из торговых. Ну, там вот как-то так, типа добровольно, я так понимаю, ты можешь подойти, тебе там тоже, як есть браслетик, там такую бумажечку на руку зацепят, и ты там, наверное, можешь ходить по магазинам, и тебя каждый раз не будут цепляться, не просить предъявить вот этот сертификат. Я так понимаю, в этом это суть. Конечно, мягко говоря, меня это очень смущает, честно говоря, что это за такая инициатива о том, чтобы людям цеплять какие-то наклейки, людей как-то маркировать и разделять, что ли, или что-то такое. Ну, такая идея, мягко говоря. Я не стану даже говорить о том, что я говорил в прошлом видеоролике о том, что это все не соответствует Конституции Украины, и тут я хочу заметить, что это вообще ничему не соответствует, и никто, я хочу подчеркнуть, не должен себе, даже если он где-то вакцинировался, клеить какие-то наклейки, куда-то, может, на спину, может, на лоб, я не знаю, место они еще там не определили, может, уже определились. Також позначка має свідчити про те, хто саме її видав, який субъект господарювань. Це потрібно, щоб уникнути повторних перевірок документів, додати можливість скористуватись суміжними послугами, наприклад, послугами підвесних канатних доріг, вуличних ярмарок та іншими схожими послугами. То есть, видите, это все делается для нас с вами для удобства. Вот как я и сказал с этими магазинами, чтобы там каждый раз тебя не цеплялись, так и здесь. И субъект господарювань, субъект хозяйства должен еще какую-то свою фирменную наклейку сделать, что это он проверил, и вот эту вот наклейку наклеить. Конечно, мягко говоря, это не то, чтобы нигде не написано, это какая-то, как, знаете, вот есть фантазия у человека, и он что-то там себе придумывает, какие-то, ну, такие вещи несовместимые с действием, и он вот это вот рассказывает и выдает за какую-то действительность. Но это все было бы так, если бы он не был министром и просто сидел где-то там в каком-то доме и что-то там чесал. А так он это выступает в этих всех брифингах и рассказывает. Но ковид-документ у отпочивальника должен быть с собой постоянно. Его нужно предъявлять на вимогу представителей закладов и выборковых переверок контрольных, контролирующими органами. Каким чином, да в каком месте проверять наявность необходимых документов остается на выбор субъекта господарювань? Также я хочу заметить, что в законах Украины либо в Конституции Украины нигде не написано, что вы должны, если вас спрашивают, предъявлять какие-то там документы, какой-то там сертификат, какие-то там, ну не знаю, справки, еще чего-то. Такого попросту в законодательстве Украины такой нормы не существует. Відповедальность за организацию до виконания заходов покладается на власников бюзнесу. Как вы видите, ответственность, ответственность, кто-то на кого-то что-то возлагает, кто-то на кого-то что-то покладает, то есть государство уже вообще хочет устраниться от темы, от этой вообще перекинуть это на бизнес, чтобы они занимались контролем, занимались тем вопросом, связанным, что есть ли у тебя какой-то документ, нет ли у тебя какого-то документа, и еще какую-то там наклейку. Тут, конечно, вспоминается про некие желтые звезды, когда-то там было. Понятно, что мы тогда, слава богу, с вами в это время не жили, ни вы, ни я, мои зрители, что это за желтые звезды, можете почитать в интернете, в гугле, и кому их и за что цепляли. Но это, как говорится, такое. Вот я хочу заменить, что я вот думал, сидел, думал, думал, что они так сейчас вот это вот обострились, скажем так, с этими всеми нормами, ограничениями, он там постоянно что-то рассказывает, постоянно они пытаются нам помочь, то есть, чтобы как-то избежать этих всех сложностей, связанных с вирусом, с заражением, то одно, то другое, то третье, то четвертое. И вот я думал, думал, и буквально вот недавно я, кстати, нашел ответ на этот вопрос. И данный ответ, он очень прост. Он у нас в меморандуме с МВФ. То есть, за вот это вот все нам обещают денежные средства, чтобы это все свершилось. Там это, честно, я хотел в этот видео это тоже все всунуть, рассказать, но тема достаточно большая, и там не только это вакцинации, касается еще и пенсий, а еще и социальных выплат, там еще других вопросов. Я, наверное, отдельный видеоролик про это запишу в ближайшее время и на канале его выпущу. Поэтому, пожалуйста, друзья, следите за обновлениями. И там я это все подробно расскажу более так, чтобы вы понимали чему, куда и чего. И за сколько, самое главное, это все они придумали и пытаются в жизнь воплотить. Ну, наверное, друзья, на этом закончим. Вы поняли мое отношение к этому, что все-таки оно не соответствует нашему законодательству, эти все, скажем так, вот эти нормы, которые они рассказывают, которые они придумывают, потому что у нас в законодательстве написано одно, а вот они пытаются как-то немного по-своему, своими этими постановлениями это все отрегулировать и сделать. Ну, давайте, друзья, наверное, еще раз повторюсь, закончим. Пальцы вверх поставьте, если понравилось, на канал подпишитесь. До новых встреч, всего самого наилучшего. Пока-пока-пока.